Уважаемые председательства, еще уважаемые господа, коллеги, я хочу сердечно поблагодарить за приглашение, я еще когда этот город назывался Ленинград, хотел попасть сюда, и вот Ваше приглашение сейчас позволило мне посетить Ваш прекрасный город. Да, и это нам позволило еще раз весну пережить, поскольку у нас она была на месяц раньше. Сегодняшняя тема – это реконструкция верхней челюсти и нижней челюсти. Проблема нашей – большие дефекты, которые возникают при лечении эпителиальных опухолей верхней и нижней челюсти. Самая верхняя и главная задача для нас – это избавить пациента от опухоли. И, естественно, как вторичная задача – это функционально и эстетически вылечить пациента и воссоздать анатомическую форму и функцию. Часто возникает необходимость после операции пациента подвергнуть лучевой терапии. И таким образом возникает совсем для нас неблагоприятная ложа для трансплантата. Свободные костные трансплантаты достаточно редко используются и, собственно говоря, приживают, реконструируются. Поэтому мы на сегодняшний день практически отдаем предпочтение микрососудистым трансплантатам. Принципиально три вида трансплантата рассматриваются, которые можно комбинировать, то есть кнохи и хвости, если необходимо. В этом случае мы имеем возможность использовать различные виды трансплантатов, различный забор делать, если необходим кожный лоскут, необходимо кость и мышцы. Каждый трансплантат имеет свои преимущества, имеются его недостатки, и поэтому при предварительном планировании эти варианты все рассматриваются. Слева вы видите лопаточный трансплантат вместе с кожным лоскутом. С тем, чтобы сосуды и перфораторы, которые идут в кожу, обеспечивали кровоснабжение кожного лоскута. Преимущественно можно реконструировать дефекты мягких тканей. Из него можно сделать два практически кожных лоскута. Недостаток – это небольшой объем костной ткани. Следующий трансплантат – это костный трансплантат подвздошной кости. Преимущество его является большой объем костной ткани, что в будущем позволит хорошо имплантировать в этой области. Недостатком этого трансплантата является, что пациенты испытывают всегда боли, болезненности в последующем, особенно при ходьбе, которая длится, эти боли могут неприятные ощущения сопровождать их многие годы. На сегодняшний день трансплантат из малоберцовой кости является преимуществом для нас. И это, в общем-то, сегодняшняя главная тема нашего доклада. Вы видите, здесь трансплантат малоберцовой кости, тоже с кожным лоскутом. У этого вида трансплантата кожный трансплантат всегда является таким слабым местом, поскольку там всегда один или два кожных перфоратора, которые не всегда могут обеспечить полностью кровоснабжение кожного лоскута. И приблизительно в 10% вообще не дается найти эти перфораторы и рассчитывать на них не приходится. После завора трансплантата он подключает сосуды, соединяется с сосудами с артерией и веной на шее, либо под микроскопом, либо с лупами с увеличением 4,1. Вы видите анастомозы после их создания. В этом случае клинический пример реконструкции верхней челюсти в том классическом виде, в котором мы его раньше делали. Вы видите дефект верхней челюсти, достаточно большой. Вы видите трансплантат, который уже забран, проведена его остеотомия. Он уже зафиксирован в том положении, в котором он должен быть привнесен в область дефекта. Для того, чтобы увеличить длину сосудистой ножки, мы забираем всегда больший по размеру трансплантат. И тогда снимаем периост с мягкими тканями из кости, случаем для того, чтобы потом здесь в этом участке сделать остеотомию, тем самым мы увеличиваем сосудистую ножку. Здесь вы видите, был бы трансплантат, ножка трансплантата совсем маленькая, если бы мы весь трансплантат пытались переместить или трансплантировать. И вы видите с надкосницей, как увеличился размер этой сосудистой ножки. Здесь вы видите зафиксированный трансплантат винтами и одновременно введены мини-имплантаты для стабилизации временного протеза верхней челюсти. Здесь вы видите ситуацию полости рта после дентальной имплантации, после проведения пластики при двери полости рта, после того, как уже введены внутренние телескопические коронки. И здесь вы видите уже зафиксированный протез верхней челюсти с точки зрения функции и эстетики, вполне приемлемый результат. Что есть новое, как мы сегодня работаем, особенно в тяжелых случаях? Вы видите большой дефект верхней челюсти. Что есть новое, как мы сегодня работаем? Что есть новое, планируется при помощи компьютерной техники? Прежде чем вообще мы начинаем работать, конечно нужно видеть ситуацию с сосудами голени. Прежде всего проводится ангиография. Мы видим интересующиеся нас артерии перонеа. Все зависит от клинической ситуации, если где-то имеется в артериях сужение. Да, поскольку тогда возникнут проблемы с кровоснабжением стопы. Ну да, и тогда может возникнуть некроз. Если мы получаем все данные, то изготавливается трехмерная модель. И практически мы по телефону разговариваем с фирмой, которая будет поставлять эти все шаблоны. Мы можем решать этот вопрос по телефону. Слева вы видите это трансплантат, который бы мы хотели иметь. Справа вверху мы видим еще раз дефект, который имеется в верхней челюсти. Das трансплантат, в середине. И на основании данных компьютерной томограммы или магнитно-резонансной, это шаблон, по которому забирается трансплантат. Зеленым окрашены те части, которые должны быть размещены в различных проекциях. Здесь мы видим практически трансплантат запланированный. Все планируется с точностью до миллиметра. Естественно, в распоряжении фирмы, которая планирует или представляет нам шаблоны для забора трансплантата, эти компьютерные томограммы. Практически нам будет уже предписано, какие повеличения должны быть сегменты, наклонугол-остеотомии и величина остеотомии. И на основании этих данных готовится и передается тогда нам шаблон для забора трансплантата. Изготовлена индивидуальная шаблонная пластина, которая в индивидуальном порядке готовится для пациента. В различных проекциях, где врач и хирург может видеть, куда что должно подходить. И как следующий этап представляется в распоряжении титановая пластина, которая уже после этого будет пациенту введена и закреплен, зафиксирован трансплантат. И уже предварительно запланировано, куда войдут винты. Здесь мы видим малую борцовую кость во время операции с шаблоном для забора его. Уже зафиксированные шаблоны для остеотомии. Здесь видна форма или угол проведения остеотомии. И здесь виден трансплантат с этой индивидуальной пластиной и уже зафиксированной в области дефекта верхней челюсти. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое. Так как наш коллега закончил даже с опережением, давайте ему как гости разрешим. У тебя любезный, можно спросить мне, да? Я хочу уточнить, вот они отказались от подвздошного трансплантата. Видели ли они грыжи после операционной при этом? У вас есть вопрос. А у вас есть ремни, но у вас есть ремни? Почему не ремни? Не ремни, вы должны нарушить ремни, очень важно. И значит, у вас нет ремни. А у вас нарушение ремни, где все цель движении подвыкли, у вас постоянно есть дисплеер. спасибо и такой вопрос сколько неудач вы у них в принципе не было речи о том каковы результат нет ни неудач вообще а некрозов потери потери трансплантат и еще такой вопрос да еще вопрос скажите пожалуйста есть проблемы все-таки с донорской зоны какие-то в после в отдаленном периоде чтобы такая работа из недавно проведена фибола 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 из-дер einzigen кнор в кэрпу Действие о нарушениях функций нижней конечности. Действие о нарушениях функций нижней.